Теперь мы на спорте! Мы в нашей программе пока не говорили, но он еще не на слуху, скажем так. Всем привет, меня зовут Антон Погодин, и сегодня в нашей студии Тимур Гулямов, автор тех самых фото, увидев которые, мы и решили записать этот выпуск. Тимур, здравствуйте! Здравствуйте! Сначала, как вот эти фотки появлялись, 2-го числа я уже уехал от семьи на спортивные сборы. Да, как раз об этом хотел спросить. Расскажите, во-первых, что это были за фотографии, кто с вами был на этих фотографиях изображен, и вообще, как провели новогодние каникулы, что за сборы были? Ну вот сборы по спортивной борьбе, раздел грэплинг. Если детализировать, спортивная борьба, в ней находится несколько разделов. В ней есть вольная борьба, греко-римская, подкратион, о котором мы с вами недавно говорили. Есть еще раздел грэплинг. Отличие грэплинга в чем? Представьте себе поединок по смешанному единоборству, да? И оттуда мы убираем ударную технику в стойке и в партере, и у нас получается грэплинг. То есть в стойке я могу выполнять амплитудные броски, красивые, которые все любят, вот эти, как там шутят, дагестанские авиалинии, когда человек пролетает буквально над вторым этажом и очень аккуратно ложится вниз. Красивейшие приемы. Там люди любят там с прыжка какой-нибудь рычаг локтя, чтобы это все было красиво, феерично. Вот как раз грэплинг – это все, что ты хочешь и можешь делать. Стойки борешься, да, показываешь. И в партере ты можешь выполнять болевые удушающие приемы. Это воздействие, в принципе, на все группы суставов. Отличаются только правила. То есть есть более мягкие правила, когда, допустим, ряд болевых удушающих приемов или бросков запрещен, чтобы спортсмены были живы и здоровы. Есть более профессиональные, которые рассчитаны на то, что человек полностью отдает себе отчет в то, что он, грубо говоря, вписывается, да, и там ограничений чуть поменьше. Ну вот в двух словах это и есть грэплинг. Да вас практически не нужно спрашивать, а вообще наводящие вопросы вам задавать. В принципе, рассказывайте все сами. Как раз только вот хотел задать вопрос, что такое, что за вид спорта грэплинг. Ну и практически опередили меня, рассказав буквально в двух словах. Но тем не менее, получается, ваши новогодние праздники, они были достаточно такими активными. Очень. Пассивными их называть явно не получится. Пассивная часть была тогда, когда мы засыпали на сборах. Там буквально, как вот в фильмах, выключается свет и становится темно. И днем то же самое. У нас вот как в детском садике, наверное, да, то есть ночью сон, день сон. То есть завтрак, обед, ужин, две большие тренировки, они могли затягиваться. То есть тренировка, она, ну, по сути, может быть полтора часа, а на часах она иногда могла показать значительно больше. Еще плюсом там очень много интересных ребят, там чемпионы России, чемпионы мира по каким-то видам борьбы, очень крутые наставники, с которыми я еще подружился. После тренировки ты их садишь, там вот их зовут Макс и Никита. Макс, Никита, пожалуйста, объясните, как вот это, как вот это, и смотришь, там полчаса, час прошел. Поэтому график был очень плотный. Мы с ребятами даже вот этот момент обсуждали, то, что у нас мы можем поговорить друг с другом только тогда, когда либо в автобусе, ну, то есть там специально автобус нас сюда возил, либо в машине, когда вот мы сели, а до этого даже особо поговорить между собой не хватало времени. Тимур, мы с вами взяли такой темп программы, что совсем забыли сказать, где вообще, в принципе, проходили эти сборы, и чем они отличались, чем они отметились, запомнились вам? Они находились, ну, получается, под Рязанью. Вот у нас есть, грубо говоря, Киров, а есть Котельнич, да, вот там есть Рязань, есть Спаска Рязанский, примерно на таком же удалении. Там есть замечательный ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс Евпати Калаврат, и там проходили сборы как раз. У нас там была база Олимп, где мы жили, такие своего рода казармы, да. Потом у нас было место, где мы кушали, и тренировочная площадка. Кстати, на тренировочной площадке мне очень понравилось то, что нам дали доступ к бассейну и к сауне. Для восстановления это очень здорово, не всегда такое бывает, то есть у нас и тренировка, и где поспать, и где покушать, и где восстановиться, это очень здорово, и все в одном месте. А почему именно Рязани? У нас Рязань – всероссийский центр грэплинга? Не совсем. Учитывая, как развивается блогерская культура, все привязывается сейчас к людям. И где ключевые персонажи собираются, туда все и едут. В данном случае в грэплинге Макс Недощак и Никита Морозов – это очень не последние ребята, именно с точки зрения навыков, с точки зрения медийности. Они вообще такой концентраты того и другого. Соответственно, если бы эти сборы были в каком-то другом месте, я, скорее всего, поехал в какое-то другое место. То есть, получается, эти ребята просто сами из Рязани и, соответственно, в своем регионе организовали вот такой сбор? Один из их академии, один из их друзей из их академии, ученик, член их коллектива, он находится в Рязани. И, соответственно, он организовал. Вот Александр Гордюшин, ему большущий привет. Он организовал, соответственно, вот мы туда-сюда все и приехали. Расскажите вообще, что из себя представляли сборы, кто на них приехал? Вы уже сказали, что и члены сборной России, и вы, ну вы пока в сборную России не входите, но планируете. Там не со всеми я близко поговорил, потому что не всегда это мне казалось вежливо, да? Просто я общался с человеком, и человек, допустим, озвучивал то, что он, ну, в таком-то году, допустим, взял чемпионат России, да? То есть не обязательно они озвучивали себя как члены сборной России, я эту информацию не уточнял, да? Ребята уточняли о себе, там, один был там чемпион мира, допустим, там, по самбо в одном из разделов. Ребята были по грэпплингу в некоторых. Там названий федерации очень много, там перечисляли чемпионы мира, поэтому ребята там есть, кто в Абу-Даби выступал. Очень-очень сильные ребята, и мне очень понравилось то, что они были простые. То есть иногда бывает такое звездное расстояние между простыми спортсменами и какими-то небожителями, А здесь эти ребята, там, один, допустим, мог меня подвезти до ФОКа, пообщаться, там, приглашал в гости, там, кофе попить. Очень простые ребята, очень много дают своих навыков, которыми они побеждают на очень высоком уровне. Мне прям со всех сторон польза просто прилетала на этих сборах, со всех сторон. То есть получились не только тренировки, еще и такое общение? Общение и мастер-классы, вот вообще абсолютно на любую тему. Ну, можно сказать так. Теперь остается все, чему научились, что услышали на этом сборе. Здесь, в Кировской области, уже воплотить жизнь. Еще такой момент, что я вот к этим ребятам не первый раз приезжаю. В мае были сборы точно там же. До этого я с ними пересекался, они приезжали в Москву проводить мастер-классы. Я числюсь в другой академии. То есть вот эта академия, которая ездила, называется «Десятая планета». Она родом из Америки, от «Эдди Браво». Я езжу на сборы в Уфу. И вот как раз-таки в Уфе я пообщался с тренером, к которому езжу. Это Артем, ему тоже большой привет. Он как раз сказал, что съездил к этим ребятам, они крутые, стоит на них обратить внимание. То есть со всех сторон все вело меня к тому, чтобы съездить сначала в мае на сборы, и, допустим, совсем недавно на январских каникулах туда же. Я не случайно спросил про то, насколько реально все это воплотить в Кировской области. Развитие в Кировской области именно грэплинга на каком уровне находится? Знаете, как вот раньше было приложение «Винамп» на компьютере, и там были разные колоночки. Одна очень внизу, другая очень вверху. У нас есть несколько академий, допустим, есть «Джангл БЖЖ», есть «Команда Стрела», есть «Команда Флоу». И в каждой из этих академий есть ребята, которые уже очень-очень высокого уровня достигли. Есть ребята, которые только начинают. Но в целом сам грэплинг, если взять как какую-то институцию, он у нас находится в таком зачаточном состоянии. То есть у нас еще вертикаль такая не построена. То, что вот спортсмены пришли на вот эти соревнования, потом на вот эти соревнования, потом по такому-то алгоритму они идут на округ, по такому-то на Россию. То есть для нашего города это очень-очень молодой вид спорта с точки зрения, я бы так сказал, высоких достижений. Но, с другой стороны, это ведь большие перспективы и возможности для дальнейшего развития. Да, сто процентов. Сейчас вот ребята, которые там... И на открытых коврах мы пересекаемся, да. То есть вот сейчас до Нового года мы собирались... Клуб «Шквал», наверное, знаете, да. Вот там вот Илья Николаевич Зайкин проводил открытые ковры, мы там собирались, встречались с ребятами. И там, допустим, когда кто-то впервые взял чемпионат России по какому-то виду грэпплинга, бразильского джиу-джитсу, он сразу же немножко выбивается вперед. То есть для людей, которые находятся впереди, это невероятные возможности. Ну, допустим, там вы меня пригласили сюда, чтобы я о грэпплинге рассказал. Если бы грэпплингу в Кирове было гораздо больше времени, возможно, здесь бы сидели совершенно другие люди. Но, тем не менее, наверное, нельзя сказать, что Кировская область в числе догоняющих, скорее, наверное, в числе отстающих, вернее, нельзя сказать, скорее в числе догоняющих по развитию. Потому что отстающие, ну, честно, не очень нравится слово, а догоняющие, оно более такое... Сто процентов не отстающие, потому что я сам езжу по разным регионам на соревнования или на сборы, и я вижу, что в Кирове у нас очень хороший уровень. Я именно подчеркну то, что у нас с точки зрения построения массовых достижений, еще пока не все очень здорово, да, с точки зрения каких-то индивидуальностей, у нас, ну, ребята великолепные, отзываются о нашем городе очень-очень даже хорошо. А какие вообще предстоят турниры по грэпплингу, возможно, в 2022 году? Может быть, уже какие-то есть перспективы, куда-то, может быть, вы выйдете, другие представители вида спорта? Вот у меня ученики, ну, мы планируем, чтобы они в конце января съездили в соседнюю Архангельскую область, там турниры по ММА и по грэпплингу проводятся в один день, то есть ребята могут выступить, провести несколько поединков в перчатках и потом побороться. Мои парни тоже часто ездят в Республику Коми на соревнования, особенно до пандемии, там чуть ли не каждый месяц проводились турниры. Ребята из Академии, которые я перечислил, допустим, там ездят в Татарстан, ездят в Москву, ездят по большим городам, то есть ребята, они, ну, допустим, в Башкирию то же самое. То есть у нас география выступления, она достаточно большая. Получается, центры развития грэпплинга – это Коми, Башкирия, да? Или и центры… Ну, с точки зрения Башкирия там на очень-очень высоком уровне. Имеется в виду, что у нас в Кирове пока что турниры по грэпплингу проводятся не так часто. Это один, допустим, максимум два турнира в год, да? А, допустим, в соседних регионах, учитывая, что грэпплинг набирает популярность, турниры могут проводиться очень часто, потому что желающих выступить на них достаточно много. Есть определенные плюсы, которые отличают тот же самый грэпплинг. То есть не всем нравится выступать на соревнованиях, где тебя могут физически по тебе наносить удары. Руками, ногами, да? А здесь есть элемент прямого сопротивления, всё, как мы любим. Ну, к примеру, двое настоящих храбрых мужчины или две девушки встретились друг с другом, выяснили, кто из них победитель. Вот эти настоящие эмоции – это рык, это крик. В грэпплинге всё это можно испытать. Исходя из этого, что те ребята, которые раньше видели ММА и хотели выступить, но сомневались, на грэпплинге, они могут пойти и выступить большой-большой массой. То есть ажиотаж по отношению к грэпплингу, а если взять более такое элитное слово, к бразильскому джиу-джитсу, оно очень-очень интересно. Я вижу, как количество участников на турнирах становится всё больше и больше, появляется больше промоушенов. Сами посудите, если становится больше промоушенов, которые создают турниры, значит популярность у этого есть. А на территории нашей области можно ли ожидать, что в этом году пройдёт один, в лучшем случае два турнира? Совсем недавно был турнир по грэпплингу в Кирове, я был в это время на сборах. Он, к сожалению, на нём было не так много участников. Я думаю, что в будущем будет ещё один турнир, и если у меня будет получаться, я буду прилагать все усилия, чтобы привлечь к нему внимание, чтобы больше людей туда пришли, потому что этот вид спорта я очень люблю. На какое время года стоит ожидать проведения этого турнира? Когда? Весна, осень, может быть, лето? Как получится? Ну, я бы очень хотел, чтобы он был каждый квартал. Я могу вот так выразиться. Я бы очень хотел, чтобы он был каждый квартал, а желательно каждые два месяца, в конце каждого второго месяца. Ну, было бы неплохо. Осталось притворить всё это в жизни, тем более уже опыт проведения, опыт, вернее, сборов у вас есть, опыт общения с большими мастерами у вас тоже имеется. Вообще, насколько смотрите с оптимизмом в 2022 год в плане развития грэпплинга, посещения, участия в турнирах на территории других регионов. Вы имеете в виду свои и моего ближайшего окружения? Ну да. Ну, максимально оптимистично. Есть турнир, который мне очень нравится, очень интересен. Это турниры, которые проходят под эгидой ADCC. То есть, я ещё немножечко назад отойду. Есть турниры, в которых идёт большая ставка на баллы. То есть, допустим, вы выполнили техническое действие, его оценили баллом, накопительное количество этих баллов даёт вам победу или поражение. Есть турниры Submission Only, где баллы практически или не учитываются, или учитываются какой-то часть времени. Мне нравятся турниры, где либо баллов нет вообще, либо где баллы насчитываются какой-то короткий промежуток времени, чтобы спортсмены стремились максимально реализовать свои навыки. И вот ADCC – это как раз такие турниры. И вот совсем недавно меня порадовали, в Нижнем Новгороде в начале апреля должен быть турнир ADCC. Обычно очень сильно это упирается в посещение турниров, в ресурсы. То есть, надо куда-то поехать, надо отложить какие-то свои деньги, возможно, привлечь каких-то спонсоров. А когда турнир находится буквально в доступности 6-9 часов от твоего города, это вообще великолепно. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вот эта, наверное, правильно скажу, франшиза ADCC развивалась, потому что это то, куда мне самому хочется двигаться. И я бы хотел, чтобы у меня ученики там себя реализовали. Ну что ж, будем надеяться, что в этом году вы и ваши ученики примут участие в большем количестве турниров по грэплингу. Я напомню, что сегодня в гостях у нашей программы был представитель именно этого вида спорта Тимур Гулямов. Большое спасибо. Всего доброго. Спасибо. На спорте